как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхнекамская торгово промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса город березняки улица юбилейная 17 и в эфире вин-вин-зум номер 202 тема сегодня нейробосс или как открыть нейротренинговый центр спикер марина мажаева директор центра в перми выка . ком слэш твое подчеркивание нейромир эуромир марин добрый день добрый день марина но вы пишете у себя в контакте что мозг принимает решение за 30 секунд до того как человек это решение осознает так тоже в итоге принимает решение человек или его мозг а мой вопрос сколько секунд вы думали чем купить франшизу нейромира открытие в перми такой интересный вопрос никогда об этом не задумывалась решение было быстрее то есть как только я увидела информацию как только она меня захотела я практически сразу решила что я бы хотела этим заниматься очень часто с франшизой его действительно нужно долго думать и считать то что они дорогие и в праздных городах по-разному работает а у вас все-таки почти мгновенное решение так почему же кто решил за вас ваш мозг или кто-то еще я думаю что мой мозг решил потому что здесь ну было такое что я и считала то есть не только я дамы сидели с партнером считали и просчитывали но в то же время пошли на все риски которые были но решение не сказать что да решение было хочу это решение было мгновенное а вот могу ли это второй этап а вот могу ли франшиза нейромир на тот момент франшиза не сказать что она была прям много распространена то есть это не много городов на тот момент ей уже пользовались у нас цикл марина все-таки это такие профессиональные живые портреты но про франшизу поговорим смысл вообще всего этого да и как это работает да но мне это интересно всегда в таких историях с франшизой да судьба человека до того как он пришел в нее и потом как он ее использует для саморазвития до для своей миссии так что же вашей жизни изменилось сейчас сейчас ну во первых это нейробосс это новые технологии торговая марка да нейромир да расшифровывается босса там одна буква биологически обратная связь да все верно биологически обратная связь в данном случае это когда мы видим как работает головной мозг в моменте здесь и сейчас если говорить конкретно про меня то я быстрее думаю может быть и так быстро еще говорю то что вот эти 30 секунд до про которые мы говорили в начале сокращаются это точно это заметно это вас франшиза научила да вот этому этим фактом все собираетесь сейчас не раньше знали до когда вообще начала увлекаться вот работой головного мозга этот факт был известен но сейчас давайте мостик сделаем в прошлое меня потом вернемся минут через пять то что интересно же ваша судьба еще вы один из что ли столпов трансформационных игр впереди ну я знаю там человек 5 да вы одна из них точно да лидер да прямо сотни игр провели кто не знает там мало кто не участвовал все уже участвовали да по крайне мере те кто предприниматель не знаю что это те кто не знает трансформационные игры это люди садятся за стол игровой да достают карточки там разные картинки на них и пытаются в этих картинках вычитать как визуализировать свои цели и желания да а группа за столом помогает их проговорить да дают советы и так далее вот большая ли связь марина между трансформационными играми сущностью их да и вот технология нейробос в чем есть связь связь в том что там и там мы работаем над головным мозгом и над нашими нейронными связями но не напрямую как это происходит например психологическая консультация психологическая консультация надо очень долго расковыривать например тему откуда что зачем пришло китом детско-родительские например отношения то в трансформационных играх подобные моменты они не играючи легко если мы говорим про технологию нейро мосту тут мы меньше работаем наверное над самими психологическими вопросами тут больше работаем над самой работой головного мозга то есть здесь тоже происходит все легко и играючи то есть не надо для того чтобы улучшить память долгие длительные тренировки каждый день по часу по два то же самое в трансформационных играх в этом их очень большое совпадение у вас был совместный проект недавно да с пермскими разными организациями про вас целый фильм сняли про эту франшизу как бы там в ней значит одухотворенно ходите общаетесь с клиентами значит там вы рассказывали вы же политех закончили вас там учили систематическую мышлению и в том числе прогнозируем как система будет работать в будущем да дальше я задумался что да вот такие коммерческие системы нейро вот этих как сказать тестов что ли да это действительно будущее науки чем дальше тем больше в мозг будем залазить а теперь вот ушлые бизнесмены покупают вот эти все франшизы для того чтобы на этом много заработать вот вопрос мой так много ли людей этой темы интересуются во первых во вторых если у них деньги сейчас у нас санкции вообще знаете чур знает что происходит интересуется то есть даже когда вот полтора года назад мы только начинали до этой темой заниматься то информационная насыщенность была не такая и чем ближе да вот к сегодняшнему дню тем с каждым днем информации больше то есть то все что касается мозга все что касается нейро становится более популярным более на слуху даже в условиях вот этого идеального шторма как все говорят сейчас да вот да даже в россии оказалось люди это внутренний мир свой погружать дальше следующий аспект интересный я посмотрел там у вас в программе вот как это все работает мы сейчас тоже про это проговорим как коротенько значит есть программы для детей для взрослых тестирования да я посмотрел почитала отзывы в интернете конечно многие там не очень доверяют этому некоторые интересуются прямо очень до детей своих приводят в первую очередь с гиперактивными детьми видимо это главная проблема да чтобы ребенка научить из гиперактивности как-то перевести его в другой станет детьми чаще всего именно обращаются с гиперактивными потому что это что называется уже когда невозможно не заметить какую-то проблему редко когда детей приводят просто для развития чтобы что-то профилакции ради профилактики ладно дети мы сами не можем больше минуты без смартфона посидеть представляете вот теперь как работает технология посмотрел это такой обруч надевается называется мира как он не работа нейро гарнитуро надевается на лоб у детей так их сразу так садят их да и она считывает эти как и называются эти волны мозговые да да волновую активность головного мозга и дальше это человек видит на экране а дальше начинаются разные упражнения как это обратная связь работы с ребенком например что у взрослого это одинаково то есть мы видим на экране энцефалограмму и потом делаем различные упражнения после того как энцефалограмму увидели мы например начинаем распускать цветок да и и в то время когда волны головного мозга работают эффективно в режиме например внимания до до сдввшного ребенка это очень важно тогда цветок распускает как только нету внимания цветок распускаться перестает соответственно мы видим в режиме здесь и сейчас работает наш мозг эффективного внимания или нет помогает ребенку сконцентрироваться да это не просто тест на интеллектуальность да это вот он ведет его за собой да вводит в это состояние получается обруч не вводит то есть ребенок сам вводится обруч считывает там типа иди туда делай то-то да и мы видим да в этом состоянии хорошо а в этом состоянии нет обратной связи надо что-то менять когда надо менять мы начинаем может быть это упражнение может быть самостоятельно человек сам видя реакцию экране компьютера начинает себя стимулировать в то время как он себя простимулировал то есть например надо расслабиться лучше там подышать выпрямить спину и все и сразу же увидим на экране компьютера другую реакцию а вот франшиза представляет получается эти обручи которые вы сами должны купить потом вот это все программное обеспечение да вот эти все тесты да вот человек может обруч взять в аренду я посмотрела там на дому можно это делать вот так это все работает а вот со взрослыми самая интересная тема все про это поминают это стрессоустойчивость когда на работу беру там типо вы стрессоустойчивый очень очень стрессоустойчивый как это проверить но первое что мы делаем когда к нам приходит клиент Это мы смотрим, у него три параметра. Стрессоустойчивость, память и внимание. Это все показывает обруч, да, где-то там по этим разным. Можно так утрированно сказать, да. Действительно, то есть мы смотрим. Стрессоустойчивость, по нашим данным, в Перми 98% жителей нашего города не стрессоустойчивы. Ну, так понятно, в такой стране живем. Или это все-таки не от страны зависит? Это не знаю, мне сложно сказать. Это мы вот знаем по нашему городу. Мы знаем по городу Москва. То есть у нас есть данные по городу Москва. Там чуть-чуть выше статистика. Так что же с этим можно сделать со взрослыми? Как это работает? Как ее стрессоустойчивость повысить? Если мы говорим про методы в домашних условиях, да, то это, конечно же, качественный хороший сон. Качественный сон, именно фаза, чтобы глубокого сна была. Ну, это понятно, и психотерапия, все виды, у меня были десятки интервью с психологом. Сейчас имею в виду, как технология нейро-бост это делает. Когда вы одеваете, получается, вот этот обруч, вы видите на экране компьютера в то состояние, когда вы находитесь в этой стрессоустойчивости, да, когда ваш мозг работает эффективно в этом состоянии. На экране возникает положительное подкрепление, то есть тот же цветок, он распускается, да. Или у нас там фильм, целая картинка, то есть она единая, нету никаких разрывов, ничего не мешает смотреть видеоряд. Когда мы раз за разом, головной мозг входит в это состояние, то есть он раз за разом видит целую картинку, он видит распускающийся цветок на протяжении курса, это просто возникает автоматическая реакция, то есть привычка находиться в этом состоянии. А, это такой якорь психологический, да, человек учится эти связи создавать, да. А я подумал, что вы там специально как-то еще пугаете его, не знаю, чтобы там что-то делать. Нет, у нас бывает, что когда мы с детьми занимаемся, то при детях мы можем, например, дополнительно разговаривать, дополнительно шуметь, потому что дети, они все-таки больше находятся в коллективе, в социуме, например, та же школа, там 30 детей в одном классе, и ребенку волей-неволей, но надо научиться находиться в состоянии стрессоустойчивости в любой ситуации, вне зависимости, там, школа, экзамен или что-то дополнительное, да, дополнительные занятия, вот. Ну, в принципе, все понятно, много в интернете материалов на эту тему. Мне это интересно больше вот сейчас, да, в кризисные времена, франшизы и франшизы тоже могут работать, вот, но как выйти в прибыль, вот это всегда вопрос, как не просчитаться, что у вас, что про это можете сказать, какие самые трудности главные могут возникнуть? Ну, у нас сложно... У вас возникли. Да, у нас была большая сложность с тем, что не было информационной подоплеки у населения, потому что все-таки эта тема новая, да, нейро, босс, ну, не все знают, что такое, особенно обычное, да, население. Вот в этом была сложность, то есть доносить информацию, что это действительно работает, что это не мы придумали и разработали, что это... Что это не какая-то эзотерическая штука, да, там. Да, что это научная разработка, которая позволяет человеку в новых реалиях намного быстрее учиться управлять своим головным мозгом, то есть не чтобы мозг принимал решения, и были вот эти автоматические реакции, а именно чтобы управлять своим головным мозгом и своими состояниями, переключаться из одного состояния в другое, выходить, быть в ресурсе, в конце концов, да, то есть утром просыпаться неразбитым, а выспавшимся и довольным. Да. Ну вот у вас просвещение, в принципе, работает, вы во всех этих форумах участвуете, еще интересный шаг у вас, вы на Камкабель пришли, это большое пермское предприятие, прямо там открыли кабинет, как вас туда пустили? А, вы там раньше в молодости работали, я посмотрел точно, да? Нет, нет, я на другом заводе, да, работала, на Камкабель, вот, слушайте, даже сложно сказать, как нас туда опустили, я бы сказала, все случайности не случайны, да? То есть можно в корпоративные системы заходить, если есть дверь, да, тайная? Ну, да, не такая уж тайна, просто так получилось, что встретились там с руководством, да, рассказали, рассказали про нашу технологию. Они, так как не готовы были, скажем, закупать для руководителей завода именно корпоративный, да, сегмент, то просто нам предложили открыть на их территории в учебной части кабинет, для того, чтобы все сотрудники могли ходить, которые захотят, ну, естественно... Бесплатно или со скидкой? Со скидкой. То есть бесплатно со скидкой они ходят, вот, и все жители Гаевы тоже уже могут туда ходить, плюс это отдаленный район, вот, для тех, кто живет на Гаеве, они к нам не доезжают, вот, конкретно где у нас. Ну, и еще я подумал, что так как вы человек, который в этих трансформационных играх собаку съел, и много собак, то у вас, естественно, большие эти связи, да, вот, которые по этим играм тоже люди... В принципе, целевая аудитория похожа, да, все люди, которые стремятся более оптимальной жизни в бизнесе и так далее. Как там работают, как там люди откликаются, ваши контакты из игр? Контакты из игр откликаются легче, потому что они знают, что все можно поменять, они идут на встречу, ну, своим изменениям, у них нет боязни изменений. А если ты говоришь про людей, которые никогда не сталкивались, например, со своими же, да, изменениями какими-то, своими сложностями, страхами, то им бывает как раз вот страшно, да, что-то такое новое, что-то будут со мной делать. Очень хорошее, Марина, вот, вы ключевое слово сказали, страх изменения. У нас всех сидит, потому что у нас страна никак не может измениться, все в прошлое куда-то лезет, и мы сами тоже, нам страшно сделать шаг, измениться. Работа есть там или там есть контракт один, а второго уже как-то, уже боишься, да, сделать и так далее. Вот это очень вы хорошо сказали. Марина, вы должны уже заканчивать, сформулируйте нашу тему сегодняшнюю. Как же открыть франшизу в своем городе, если купить франшизу, причем новая технология, про которую народ еще мало знает и не все доверяют, но, тем не менее, вы уверены в ее эффективности, 1, 2, 3? Надо быть уверенным в том, что покупаешь, потому что у меня сомнений не было конкретно вот в этой технологии, потому что я знаю, что она очень рабочая и что это технология будущего. Во-вторых, конечно же, считать и обязательно не идти в одного, а быть с командой, потому что команда, это дорогого стоит, когда рядом те люди, которые где-то дополняют тебя, где-то на которых ты можешь положиться, которые будут качественно работать в том числе. Но это обязательно верить себе и верить в то, что ты делаешь. Считать тоже надо. То есть все вместе, все составляющие должны быть едины. Это вы сейчас про Оксану Лебедеву, вашего компаньона, еще сказали. В фильме она говорила, что она как клиентка к вам пришла. Прямо в этой же программе. Сначала вы одна открыли, а теперь вот с ней, получается. Да. Ну, там немного более сложная такая жизненная история, но это на долгое время. А, у вас еще ведь трое сыновей. Вы их-то и там всех протестировали у себя? Трое сыновей. У меня все трое сыновей, все занимаются. В прошлом году летом нет, у нас перерыв. Поэтому все занимаются. Говорят, мама, ты что, с ума сошла? Куда нас затащила? Они подростки? Ну, иногда бывает. Иногда лень. Это дети, это подростки. Поэтому иногда бывает, иногда не хочется. Но при этом у каждого идут результаты. Вам удалось показать им, что все это работает? Или они пока сомневаются? Нет, всех работает. И я могу сказать, больше у нас нет клиентов, которые ушли без результата. А что, например, изменилось установить? Скажите, интересно. Вы как мать их видите изнутри? Ну, например, старший сын стал более эмоциональным. Наоборот, да? Да, но для меня это хорошо. То есть для мальчиков вообще, мужчины, они менее эмоциональны. Они держат эмоции в себе, а потом это все выливается в болячки. А когда он умеет выговаривать свои эмоции, то есть их проживать правильно, не держать в себе, это, конечно же, большое. А про стрессоустойчивость, что там, как работает у детей? В этом году он сдавал ОГЭ, и перед всеми экзаменами он собрался. Даже учителя были в шоке, насколько хорошо он сдал экзамен. То есть он все экзамены сдал, ну, там, математика на 5, по-моему, русский тоже на 5. Ну, то есть он экзамены сдал очень хорошо, даже учителя не ожидали, что он настолько сможет собраться, потому что это дополнительный стресс, когда экзамены сдал. Марина, заканчивай уже. Так что, теперь вы про игры информационные забыли или нет? Параллельно все идет? Играми я занимаюсь по запросу. То есть все равно клиенты меня помнят, меня любят, и где-то меня даже ждут. То есть хватает времени на них, но пока все основное на нейробус. Да, все верно. С нами сегодня была Марина Можаева, директор центра в перемивая.com, твое подчеркивание нейромир. Наша тема нейробус или как открыть нейротренинговый центр по франшизе. Марина, спасибо, удачи вам. Удачи. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17.